И всем привет ребят, с вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас долгожданный реваншик. На предыдущем видеоролике вы набрали довольно большое количество лайков. Вы проявили свою активность, вы хотите чтобы я сделал реванш. Сегодня данный бой уже будет с дронами, дабы у меня было чуть-чуть больше шансов, чтобы у меня не было полного кулдауна расходки. Мы даже с ребятами сейчас попытались записать в видеоролик реванша без дронов. Так же самое как у нас было в предыдущий раз, но для ребят это чересчур легко. У меня шансов даже при такой игре по сути никакой нету. Там буквально после половины боя уже счет был 3 или 4-0. Я понятное дело в свою очередь уже не могу никак конкурировать с двумя полноценными васпами, которые могут бегать, которые могут полноценно меня обыгрывать, ставить еще мины, ловить на кулдаунах. И поэтому я принял решение, что нужно попробовать все это дело с дронами. Ребята играют без дронов, играют с определенным одинаковым вооружением, но я буду уже играть с защитником, дабы у меня какая-то дополнительная функция, дополнительная помощь была. И я надеюсь, что уже хотя бы шансы будут немножечко, немножечко более реализуемыми. Наверное, так можно сказать. То, что у меня будет больше шансов на увозы флага. Ну и на слитие противника. Плюс у них будет кулдаун, им нужно уже более грамотно и правильно действовать. Поэтому ребята пусть стараются. Ну и я буду в свою очередь тоже стараться пытаться как-то камбэкать, как-то реализовывать свой викинга магнум. После предыдущего видеоролика, после половины боя я переодевался именно на данную пушку. Я считаю, что с данной пушкой в какой-то степени, в каком-то смысле будет даже немножечко попроще, нежели на какой-нибудь там, на каком-нибудь молоте, рикошете или прочих других интересных вооружениях. Поэтому раунд уже у нас начинается. Ну и я надеюсь, что сейчас уже будет немножечко мне попроще. Двойной расход и сразу уже прожимается. Ну и теперь уже можно пытаться накидывать и, возможно, нагибать. Давайте на центрик. Там уже в бок уезжает наш противник. Я тысячи урона здесь наношу. Ну и тут меня начинают опять разтролливать. Надеюсь, что я хотя бы плюшку здесь выдам. Ах, сплэш урон не проходит. Плохо. Это очень плохо. Так, ну ладно, хорошая плюха вылетела. И теперь надо пытаться врываться. Еще тысячи. Без аптечки уже оставляю. Уже без аптечки. Оп, минка. Великолепно. Замечательно. Так, где второй? Второй уже на конвейере стоит. Ну ладно. Надо что-то делать. Надо что-то придумывать. Надо что-то придумывать. Там дроповая ДАшка. Возвращать явно нет смысла. Возвращать явно нет смысла. И теперь надо пытаться уже как-то ехать. И ставить. Надо ставить. Надо ставить. Надо ставить. Надо ставить. Надо ставить. Надо обязательно ставить. Давай, давай, давай. Плюс плюшка. Плюс плюшка. Ах, 800 урона. Сейчас флаг вернется. Они будут увозить. Блин. Да. Ну я успею, наверное. Или не успею. Успею, не успею. Вот в чем вопрос. Да, должен успевать, по идее. Да, нормально успею. Еще плюс кулдаун здесь поймаю. Нормально. Хорошо. Плюс плюха. Ну здесь уже шансы, как вы видите, немножечко, немножечко, немножечко побольше у меня имеются, когда есть дрончики. ХП побольше. Ну и маневра тоже можно уже больше намного сделать. Но все равно тяжеловато, когда против тебя играют два танка, когда они бегают, когда они очень быстро, юрко передвигаются. И у тебя на пушке нет той самой, того самого нагибаторского сплэш-урона, который раньше был на арте. Вот если бы у меня был бы сейчас тот самый сплэш по 2-3 тысячи, если вы помните. Я думаю, что шансов было бы у меня куда-куда больше. А вот сейчас они ошибаются. И это очень-очень-очень даже хорошо, что ошибаются ребята. Двоем замнулись, остановились в одной точке. Ну, теперь уже шансы у меня появляются не только на ничьюшечку какую-нибудь, но уже и на полноценную победку. Одного в минус еще кидая. Ну и теперь уже надо пытаться, надо пытаться здесь увозить. Безусловно. Так. Левый фланг один игрок. Я подберу здесь дроповую ддшечку. И пойду делать 2-0. Да, сейчас хороший момент. Можно спокойнейшим образом пытаться еще один флажочек ставить. Им нужно уже аккуратнее играть. Это уже, конечно, не просто терзать нуба Ванечку, который не может ничего с вами сделать. Тут уже, когда у меня есть дрончик, тут уже... Ух ты, ух ты, ух ты. Там даблмина была, что ли? Я не понял, что произошло. Что произошло? Ну, что-то как-то очень неприятно было в данный период времени. Я вам скажу, друзья мои хорошие. Очень неприятненько было, когда мне залетела такая плюха. Блин, еще тут не попал. Ах, не попал, жалко. Ладно, хорошо. Я понял, там смока с поджогом. Поэтому я лучше возьму резист от самого себя. 1-1. Так, ребяточки потихо и начинают камбэк. Ничего страшного. 1-1 это не проблема для меня. Это не проблемка. Так, пусть там у вас пик улетает сейчас. Блин, не попал, к сожалению. Мог бы попадать. Так, есть аптечка. На аптечку не поедет. Опять они крысят на своих васпиках. В уголочках карты. Сплэш уроном 400 накинул. Второй там стоит на доставке. Ну и как же сайвово они играют? Боже, вас двое вы играете, как я не знаю кто. Боятся проиграть, не хотят. Смотрите, как аккуратно действует. Как овесис прям в топ соло. Такая же крысочка. Всегда бегает, только боится открыться. Так и ребята, я смотрю, не хотят открываться. Не, ну давайте я, конечно, откачусь от них. Немножечко. Надо мне тоже маневр дать. Иначе будет все очень даже плохо. Попасть тоже особо мне не получается, если честно. Ну, надо пытаться сейчас прожимать. Ах, без аптечки. Ну ладно. Плюс выстрел на 700-очку. Неплохой. Неплохой выстрел. Еще 600 урона. Ну, сплэш, конечно, небольшой. Но можно, можно накидывать, можно накидывать. Можно накидывать, можно пытаться. Я даже, наверное, если честно, хотел бы сейчас надолитуйте. У меня сейчас не самая благоприятная ситуация. Было бы неплохо, если бы я бы сейчас уходил над элит. А меня просто размансили. Это ужас. Это ужас. Это ужас, друзья. Меня просто размансили. Позже это доставка. Это доставка. Это доставочка. Плохо? Очень плохо. Очень плохо. Что я могу сказать? Надо пытаться. Надо пытаться. Сейчас попытаюсь через центр ворваться. Но опять этот дом. Опять этот чертов. Чертовая эта платформа, которую ты всегда можешь крутить. Это просто ужас. Просто ужас, друзья. Никому не советовал бы так играть. Это нереально тяжело. Это нереально тяжело, когда тебя вот так вот просто в наглую крутят. А ты думаешь, ё-моё, что делать? Что делать просто? Что делать? Когда тебя просто крутят. У меня уже даже какой-то скупор. Я не понимаю. Как мне это выиграть? Как мне это выиграть? Есть дроп. Есть хп. Есть ддшка. Есть фул расходка. Ну и надо как-то это накидывать, а я накидывать не могу. Ну боже ты мой. Вдвоём они ещё пушат ужас. Они ещё и меня и пушат. Это просто до свидания какое-то. Я промахиваюсь. Они просто пушат наглые. Я в шоке. Как такое выиграть? Как это выиграть? Я не знаю. Я просто не представляю даже себе, как такое можно выиграть. Обманочка. Отвлекают меня ещё и 2-1. Превратиться сейчас в 3-1. Боже! Тяжело. Невероятно. Надо как-то пытаться минами переигрывать. Там уже может быть шансов побольше у меня появится. Пытаются меня размансить. Я попытаюсь сейчас дёрнуть. Арта была неплохая. Второй справа где-то здесь должен был быть. Куда выезжает? Ага, вижу. Вижу. Крутит. Дабл мина. Ясно. Понял. Ясно. Понял. Хорошо. Я даже не знаю, какую пушку надо использовать, дабы мне вот этот, вот это вот ограждение переиграть. Игром, возможно, какой-то. За счёт сплэша выстрелов. Я не знаю. Не имею представления даже, на чём можно переиграть. Это место. Ну, а здесь, видите, ну, без шансов. Просто открутится челик и всё. Это без шансов. Это без шансов. Ну. Но надо что-то придумывать, друзья. Надо что-то придумывать. Это полноценно не последний мой реванш. Я думаю, что в скором времени я что-то обязательно придумаю. Как можно будет это всё дело выиграть. Но пока на данной замечательной карте у меня особо ничего не получается. Вы сами всё видите. Меня крутят. Переигрывают. В два быстрых и юрких васпика. И очень-очень-очень тяжело им вообще что-то здесь противопоставить, когда тебя просто разманцовывают, разбрасывают, раскидывают. Но главное, наверное, друзья, не отчаиваться. Не огорчаться по этому поводу. 30 секунд до конца. Уже не такой жёсткий, большой, разгромный счёт. Но всё равно вы видите, насколько это тяжело. Насколько нужно чётко как-то предугадать, поймать на ошибки противника, дабы полноценно суметь потом доставить флажочек. И крайне редко получается реализовать такие вот интересные моменты, когда тебя один, например, просто в наглую блокирует, второй пытается сразу же уехать в крыс позицию, чтобы переиграть, перекрутить. И это реализовать довольно-таки тяжело. Поэтому сегодня мы в очередной раз проигрываем. Даже с дронами ребята играют без них. Всё равно можно справиться, всё равно можно переиграть. Всё равно можно спокойнейшим образом перекрутить на такой замечательной карте. Но я думаю, что в следующий раз, если вы всё это дело поддержите, мы сделаем реваншик на какой-то другой интересной, замечательной карте. где уже у ребят, я думаю, что шансов будет гораздо-гораздо меньше. Поэтому, если вам понравился данный видеоролик, если вы хотите продолжения, если вы хотите и нравится вам смотреть, как меня просто избивают и нагибают, то обязательно поддержите данный видеоролик лайком. Также подписывайтесь на канал, не забывайте, ставите колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну а с вами был Мистер Ванька, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.